Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами рассмотрим очень короткую, но очень яркую, насыщенную тактикой партию чемпиона мира норвежца Магнуса Калсена. Дело было в 2004 году на Всемирной шахматной олимпиаде в Кальвии и сборная Норвегии встречалась со сборной Казахстана. Магнус Калсен, которому было тогда всего лишь 13 лет, встречался с довольно сильным международным гроссмейстером Нурланом Ибраевым. В этой партии Калсен сыграл Д2, Д4 первым ходом, далее КФ6, С4, Е6, КЦ3 и СБ4. Защита Немцовича, здесь черные имеют возможность забрать на С3, сдвоить белым пешки, поэтому белые играют ФЦ2, намереваясь на взятие на С3 забрать ФЦ. Но черные сразу играют С5, белые бьют, С5, КФ3 и ФБ6. Сейчас вот эта обратная батарея стреляет по пункту Ф2, поэтому белые обычно здесь играют Е3, в принципе другого хода и нет. Далее ФЦ7 и Б3. Очевидно, что Магнус Калсен здесь намеревается фенхитировать своего чернопольного слона, ну а черный делает тоже со своим белопольником. Слон Б2, Слон Б7 и в этой позиции новинка. Раньше играли Слон Е2, но Калсен сразу же нападает на Ферзя. Ну кажется, что этот ход безобиден, потому что Ферзь отойдет, пешка пойдет на А6 и коню придется отойти. Но после Ферзь Д8 следует 3-0. И здесь понятно, что на немедленное А6 может последовать и конь Д6. Поэтому рокировка и далее следует ход КГ5. И второй конь идет на фланг, теперь уже с явной угрозой забрать как раз слоном на Ф6, а потом дать мат на А7. Конь на Ф6 важный защитник позиции короткой рокировки черных, поэтому в данном положении черные играют ладья Е8. Нурлан и Браев на высоте этого положения находятся. Ж6 ход очевидный, но явно ошибочный. Ферзь С3, далее Слон Е7, защищаемся Конь Д6. Но в этой позиции Слон С6 это плохо, потому что Конь ДЕ4. Ну понятно, брать на Е4 конем нельзя ввиду мата на поле Ж7 или А8, поэтому бьем слоном. Конь Е4, король Ж7 и просто Ж4. Угрожает Ж5 с выигрышем Коня, это мертвая связка на А6, Ф4, ну дальше Ж5 просто и выигрыш фигуры. Поэтому в этой позиции можно пойти и Ферзь С7, правда белый играет Конь ЖЕ4. Опять же грозит выигрыш фигуры, надо брать слоном, Конь бьет Е4. Из посильных сил черный держится в варианте Е5, но белый играет Слон Д3, поддерживает напряжение. Дальше в их план входит на движение пешки Аш, можно разменяться на Ф6, сыграть Ж4. В любом случае здесь белые имеют большой перевес. Конечно же не говоря о том, что белые имеют возможность забрать пешку на Е5. Но черные сыграли ЛАЕ8, это лучший ход. И в этой позиции Магнус Карлсон играет Аш4. Он набрасывает крайнюю пешку вперед, защищая Коня. Но имеет ввиду в дальнейшем возможность на ход А6, вообще Коня этого не сдвигать с места, а на взятие побить пешкой Аш, включить в игру ЛАДЮ. Здесь был довольно интересный вариант со взятием на Ф6 немедленным. Нужно разобрать, потому что на Ферзь бьет Ф6, вроде как можно сыграть Ферзь Х7. Правда после Короля Ф8, Конь С7, Конь А6 не так-то все здесь просто. У черных свои контршансы, связанные с шахом на А1, позиция неясная. Поэтому Аш4, и в этой позиции Нурлан Ибраев играет Е5. Е5, этот ход перегораживает диагональ А1, А8. Можно было, конечно, сыграть А6 в этой позиции, но тогда Магнус Карлсон, конечно, не убирал этого Коня. Бил на Ф6. Идея в том, что на ход Ферзь бьет Ф6, следует вилочка Конь С7. И здесь ход Ферзь А1 ведет к тому, что у черных просто увеличивается число фигур, находящихся под боем. Слон Б4, Король Е2, тут мы видим, что обе ладьи под ударом Коня, еще и Ферзь тут забрел, не кстати, в лагерь к белым. Поэтому Аш же, далее мы бьем на Е8 с нападением на Ферзя, Шах, Король Д2, Ферзь Е5 и Ферзь С3. Ну что делать дальше? Конь С6 нападаем на Е8 и защищаем Ферзя. Взяли-взяли, Конь С7, Ладья С8, Конь Б5. Белые здесь выходят все-таки своим конем, здесь определенная компенсация у черных есть, ввиду наличия двух довольно мощных слонов, но тем не менее у белых определенный перевес. Поэтому Е5. Далее, Конь Д6, ну что, надо бить, это вилка, и очень мощный чернопольный слон белых остается без оппонента. Аш-6 и Ферзь Е5. Магнус Калсен ставит ловушку своему сопернику, и очень интересные варианты возникали в случае принятия жертвы. Это плохой ход, но давайте разберемся. Взяли-взяли. Если пойти слон Е4, нападая на Ферзя, Ферзь отходит, грозит мат на Аш-8. На Конь Х7 мы просто слон Д3 ходим. Здесь позиция не удерживается, потому что при отходе коня, конечно, мат на Аш-8 последует. Ну а так теряется фигура. Но если пойти Конь Е4, еще более красивый вариант, Ферзь Аш-7, Король Ф-8, слон А3. Сейчас просто вскрытый шаг будет. Конь С5, единственный ход, Ферзь Ф5. Идея этого хода в том, что здесь белый играет Ладья Аш-8, а потом Ферзь Е5. И Король опять же будет под шагом. Дальше Конь Е6, Ладья бьет Е6, мат. Поэтому Король Ж8 и Ладья Аш-7. Такой интересный очень заход. Слон Е4, и вот в этой ситуации кажется, что черные обхитрили белых. Но находится отличнейший удар Ладья Дэ Аш-6. Взятие на Ф5 ведет к такому мату. Взятие на Аш-6 к вот такому. Ну а если пойти Ф6, это самое упорное, то белый бьет пешкой. Понятно, в этой ситуации брать Ферзя снова нельзя, ввиду Ладья бьет Ж7. И вот такой довольно интересный мат. А если побить на Ф6, то тогда Ладья Аш-8. Ладья бьет Ф6, шаг. Снова шаг, Ладья Аш-7. Ясно, что слон на Ж6 сейчас теряется. И белые побеждают. Но, правда, здесь можно было сыграть Ферзь Е7. Тоже интересные варианты. Что делать белым? Если они побьют на Ф6 в этой позиции, то Ферзь Ф6, заезд на Аш-7. Снова здесь особо ничего не дают. Слон А3, Д6, слон Д3. И в этой позиции, если забрать на Ж5, то все-таки белые побеждали. Ферзь Д8, Ферзь Х8. Довольно сложный вариант. И трудно поверить, что без Ладьи здесь белые находятся. И при этом они выигрывают. Но вот таковы шахматы. Видите, какая динамика очень интересная. На Д6 пункт здесь прогибается. И в итоге черные здесь гибнут. Потому что у них не хватает развития. Ну, а если в этой ситуации пойти Конь Д7, то тогда мы играем слон Е4. Король Е7. Этот ход нужно делать. Почему? Потому что если забрать сейчас на этом поле, то понятно, что тогда последует... Ну что, можно просто забрать. Потом Ферзь должен будет отойти. Куда-то, скажем сюда. Мы даем шах. Закрываемся чем-либо Ферзем или Ладьей. И дается мат. Поэтому в данной ситуации лучше король Е7. И по такой единственной очень узкой тропке проходят здесь черные. Отдают качество. Ферзь Е4, Ладья Д8. И здесь черные в безопасности. Ну, согласитесь, такой вариант найти очень-очень сложно. Тем более, что он явно не обязательный. Ну, и черные в этой ситуации сыграли Конь Ц6. И здесь казахский шахматист не нашел правильного продолжения. Конь Ц6 это ошибка. И Магнус Кайлсон все-таки обхитрил своего старшего товарища. Ладья бьет Ф6. И после этого шахматист из Казахстана сдался. Всего 17 ходов. В чем же здесь загвоздка? Дело в том, что если здесь побить на Ф6... Ну, можно, конечно, побить и на Ж5. Но это, наверное, еще хуже. То есть мы бьем здесь. Дальше ЖФ. ЖФ. Мы видим, что король черных совсем беззащитен. Ну, а если забрать ферзем, то тогда следует ход Ф7. Король Ф8 и Конь Е4. Вот именно тот трюк, который мы уже видели с вами в варианте. Идея в том, что сейчас под боем ферзь, куда бы он не отошел, следует ход С3. Давайте посмотрим. Ферзь Е6, С3. Да? И что делать? Если сразу закрываться чем-то, даже если Конь Е6 закрыться, он все равно связан. Ферзь H8. Ну, а если сыграть Д6, то это немногим лучше. Продлевает мучение черных на один ход. Ну, и следующим ходом просто будет мат. Или же придется отдать ферзя на поле Д6. Ну, или еще один вариант в этой позиции. Если забрать ЖФ, то понятно, Ферзь H7 и мат Ферзь F7. Поэтому после хода ладья бьет Ф6. В исполнении Калсона Нурлан Ибраев сдался. Вот такая довольно яркая, короткая, но насыщенная партия в исполнении двух сильных шахматистов. Надеюсь, что она вам понравилась. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Спасибо за внимание. До свидания.